Если мы не победим рашизм, если мы не победим государство-террорист, то действительно, у уток не будет никаких проблем, потому что государство-террорист грозит всему миру. Мы стали судить войну моральными категориями мирной жизни. Если человек берет в руки оружие, на его страну нападают орки, убивают мирных жителей, женщин и детей, то он берет в руки оружие и расправляется с ними, как с бешеной собакой. Как мы будем скидывать Путина, если у него в руках ядерное оружие? Всем привет! Это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова, и в гостях у меня Илья Калмановский. Он ученый, популяризатор науки и ведущий двух подкастов в студии «Либо-либо», который называется «Голый землекоп» и «Половина землекопа». Илья, привет! Привет! Расскажи мне, пожалуйста, как твои дела? Ну, хреново. Даже не знаю, с какого конца начинать, но мои мысли про геноцидную войну в Украине, и угрозу, которую несет всему человечеству государство-террорист, Российская Федерация. В Риге я в роли кочующего научного обозревателя. Я делаю одну и ту же вещь, в общем, всю жизнь. Я оказываюсь в каком-нибудь городе и беру там интервью каких-нибудь ученых, каких-нибудь людей, которые делают что-то, что мне интересно. По вечерам обычно я устраиваю встречи с людьми, которых я называю участники проекта «Голый землекоп». Все, кто слушают наши подкасты, читают наш телеграм-канал, все, что мы делаем со студией «Либо-либо». Люди, которые обычно любят обсудить потом то, что просили вам передать ученые. И вот тут было четыре таких встречи в еврейском музее, где были совершенно потрясающие люди. И на встрече такой семейный с детьми. И там были совершенно поразительные дети, которые кучу всего интересного мне рассказали и сумели меня всячески озадачить. И были встречи со взрослыми, на которых я тоже услышал массу новых интересных для меня идей. И я качу дальше. Следующая остановка – Тбилиси. Следующая – Ереван, Астана. Погреешь. Алма-Ата, Матри. И там и там жара. Ташкент, Белград, Будва. Когда ты в последний раз оставалась в одном месте больше нескольких дней? Не помню. Серьезно? Да, но моя цель всё время – возвращаться на базу, где у меня припаркован такой обоз. Это Тбилиси. Все мои дети ходят в школу. И я приезжаю немножечко всех, их воспитываю. Сколько часов в неделю? Ну, на самом деле, довольно много, потому что я очень быстро всё делаю. И вот я сейчас ночью улечу. И у меня, на самом деле, сейчас будет подряд там довольно несколько дней. И в пятницу мы с женой поедем, правда, на одно горное озеро в Грузии, где совершенно поразительный происходит сюжет, на котором я работаю для четвёртого сезона подкаста «Голый землекоп». Расскажи. Сейчас будет спойлер. Давай. Ну, есть такое явление. Вот ты представляешь себе, почему и как птицы летают так далеко в своих миграциях? Там такая история, что, ну, в целом птицы возникли в тропиках, там тесно и очень упакованное место, и нужна еда. И по мере того, как ледник отступал, открывались чрезвычайно продуктивные места обитания северного полушария. И птицы сначала понемножку кочевали, но потом они научились совершать длинные миграции, облетая своих конкурентов. И кто-то учился облетать этих конкурентов, и так возникли очень далёкие миграции. Есть такие морские утки, которые по-грузински называются Гориэла, а по-русски называются Тарпан, у которых ужасно необычные клювы, они невероятно красивые, крайне редкие. И у них есть, представьте себе, там, зимовие где-нибудь в Южную, ну, на Турции, в Турции, в Северной Африке, а их гнездование далеко в тундре. Они прилетают, уткам очень легко пролететь, много тысяч километров, они очень уверены летуны. Дальше мы проматываем. В 21 век выясняется следующая история. Молодой кахетинец из семьи виноделов, Ник Папашвили, мой новый друг, идёт работать в банк, покидает сельскую местность, делается городским жителем, ему быстро делается скучно. Тогда он получает образование эколога и начинает изучать птиц. И в один день он случайно заезжает в горное озеро, очень удалённое и мало кому известное, и видит зубиноку птиц, которых он никогда не видел. Не понимает, кто это такие. Делает потрясающее открытие. Выясняется, что со времён, когда отступил ледник, там есть это озеро ледникового происхождения. И некоторые, эти морские утки, считают, что им надо проводить лето там. В трёх тысячах километров от их ближайшей популяции гнездовой, которая в тундре. Там интрига в том, что они встречаются на зимовье уже много тысяч лет и объединиваются какими-то новостями. Но есть такой редчайший изолят, он увидел там нескольких птиц, и было ясно, что местное население ест их яйца. И он решил, что надо посвятить жизнь этой морской утке. И он переделал свою семейную марку вина. Собственно, как я про него узнал, отслеживая такие новости тбилисского виноделия. Он назвал своё семейное домашнее вино Гориэлла, который производит винодельню его отцам. И он этим способом хочет популяризировать проблему выживания этой утки. И он смог добиться многократного увеличения численности. Он работает с местным населением, он придумал всякие способы. Я надеюсь, рано утром, на рассвете, в субботу я её увижу. Я собираюсь засесть Скородок. Наверное, это такой вечный вопрос. Знаешь, там в мире происходит ад, а человек спасает утки. Был ковид. И все такие, о ужас, ковид. Потом началась война, все такие, а, ковид закончился. Он не закончился, очевидно, но как бы... А помимо этого фоном же ведь ещё происходит куча экологических проблем, которые никуда не деваются. И про это трубят, трубили и будут трубить. Но как человеку, как бы ты ответил человеку, который подумает, а что, я не знаю, что со мной будет завтра. Чего мне вот эти вот тайны ледников? Как мне вот с этим... Как с этим быть? Как человеку быть с этой этической такой дилеммой? Наверное, это вопрос идентичности. Ты идентифицируешь себя с какой-то группой людей, которые ты близка по своему языку, по рождению, может, ещё по каким-то принципам, по убеждениям, каким-то нравственным убеждениям. И ты считаешь себя частью просто цивилизованного мира и просто современной цивилизации. И в зависимости от твоей идентичности у тебя появляется тот тип или тот фокус ответственности, который сопряжён с этой идентичностью. Я думаю, что если мы считаемся цивилизованными людьми, у нас в частности есть ответственность за то, какими темпами идёт так называемое шестое вымирание жизни на планете, которое было условно деятельностью человека. Ответственность — это значит, что это не обязательно значит вину. Это значит, что если в наших силах что-то с этим сделать, то ничего с этим не делать является нашим активным выбором. И это значит, что мы наделены в этом смысле ответственностью. Ты говоришь об этом как будто бы с начала войны ресурс гораздо меньше. И ответственность брать на себя ещё какую-то ответственность сложно. Интересно, кстати, есть ли какие-то исследования на тему того, как участие людей в той же экологии, например, в экологических проблемах, экологическом активизме снизилось с начала войны? Интересно, есть ли? Не знаю, да. Но если мы не победим расшизм, если мы не победим государство-террорист, то действительно у уток не будет никаких проблем, потому что государство-террорист кразит всему миру. Действительно, здесь в этом смысле есть приоритет. Для нас первый приоритет это военное поражение Российской Федерации. Вот к войне как раз пододвинулись. Хотя от неё, наверное, невозможно отодвинуться. Смотри. Наука, она всегда про созидание? Вопрос в скобочках после этого, вопрос про оружие, конечно же. Это же тоже достижение науки. Да, но убивает не оружие, убивают люди. Наука всегда про открытие, наверное. Наука всегда про следующий шаг. Про то, что можно сделать ещё. Как можно продвинуться в решении задач, вопросов, которые есть. Про то, как устроен мир. И про то, что мы можем сделать своими руками. Наука в этом смысле имеет собственную логику развития. И её совершенно невозможно изменить. Её невозможно куда-то отклонить, запретить, ограничить, подвергнуть каким-то специальным дополнительным моральным требованиям. То есть, если человек изобретает оружие? Да, оно защищает мирных людей прямо сейчас. Оружие называется патриот. И галбицы спасают больше жизни, чем медицинские аптечки. Потому что они могут расстрелять склады в тулу у противника, и эти снаряды не полетят в мирных людей. Но и уносят. Это так, это правда. Зависит от того, в чьих руках. А с ядерным оружием как быть? Сложный вопрос, потому что я привык и воспитанный рос в парадигме, что ядерное оружие это сильнейший фактор сдерживания. И мы всегда надеялись, что в силу того, как оно устроено, оно, наоборот, гарантирует нам, что будет меньше войн. Что будет меньше войн, по крайней мере, между крупными державами. Ну, тут есть два сюрприза. С одной стороны, в эти десятилетия, к счастью, у нас сдвинулась оптика, и для нас крайне важным оказались те агрессивные войны, которые крупные державы ведут против менее крупных. Мы начали судить это, вот, словами Андрея Бабицкого из его последнего подкаста «Снова никогда». Мы стали судить войну моральными категориями мирной жизни. И для нас насилие большого и сильного против кого-то менее сильного неприемлемо в мирной жизни. И стало так же неприемлемо, когда мы говорим про государство, и мы больше не произносим всякие слова про геополитику и про интересы держав, как если бы они чем-нибудь отличались от нашей повседневной морали. И в этом смысле ядерное оружие оказывается чрезвычайно опасным. Уже Андрея Бабицкого есть колонка в одном американском издании, где он пишет, что если сравнить судьбу постсоветских стран, то, собственно, наличие или отсутствие ядерного оружия оказывается важнейшим фактором сдерживания модернизации этих стран. Возможность роста демократии, возможно, рост сменяемости власти. Потому что Астанк-Северия с такой затычкой. Если оно есть, то есть этот окончательный аргумент, и он никуда не девается. И, собственно, я всегда думал, как мы будем скидывать Путина, если у него в руках ядерное оружие. Ну, или даже просто если у него в руках армия. Мне этот вопрос занимал много лет, что как бы это же невозможно. У него же вот действительно... Ты нашел ли у себя какой-то ответ на этот вопрос? Нет, не нашел. Я уехал просто. Если возвращаться к разговору про ездное оружие, то мы привыкли думать, что это фактор сдерживания. Это работало так, пока вдруг не перестало, пока вдруг не оказалось, что достаточно одного психопата. Ну, на самом деле, это, конечно, не причина, а симптом. Симптом чего? Ну, какого-то устройства общества, какого-то устройства, ну, по крайней мере, тех элит, внутри которых может возникать это явление. Достаточно того, чтобы так было устроено какое-нибудь хотя бы одно общество и хотя бы одна элита для того, чтобы ядерное оружие перестало быть фактором сдерживания, а скорее, казалось бы, фактором эскалации. Про войну и природу хочется поговорить в контексте Каховской ДЭС, конечно же. Расскажи, какой урон природе она уже нанесла. Я понимаю, наверное, тебя много об этом спрашивали, но мы как бы еще про это не говорили у себя на канале. И что ждет дальше? Потому что, если я правильно понимаю, последствия даже страшнее, чем то, что происходит сейчас. Ну, там надо себе представить, что вот была плотина, и у тебя есть то, что происходит ниже плотины, то есть сброс воды, сброс органики, сброс илоза, и размывание скотомогильников и разных других вещей, которые захоронены в земле, и затопление природных мест обитания ниже, и у тебя есть то, что выше, откуда ушла вода, наоборот. Ну, и главная драма это то, что ниже, потому что ниже плотины находится множество охраняемых природных территорий, где живут редкие виды, краснокнижные виды, ну, и, может быть, ты слышал про... Сколько я уже действительно сто раз это повторил, я надеюсь, меня простят, если повторю еще раз. Это пример, это только один пример чрезвычайно ускориального эндемика, который живет не просто только в Украине, а только в заповеднике, биосферном черноморском заповеднике, который весь оказался затоплен. Это песчаный слепыш, такое вот слепое подземное млекопитающее размером с кроссовок, которое даже есть на украинских монетах, потому что это действительно украинский эндемик. У нас есть про это выпуск подкаста «Экологи землекоп», которого редактор Андрей Порзенко островно назвал «Глазами слепыша». Потому что история этого слепыша это в первую очередь людей, которые его нашли, изучили, описали и сохраняют. И ты говоришь вот как раз про то, что нам до этих видов. При этой оптике по крайней мере я думаю, что нам может быть очень небезразлична судьба этих людей, для которых защита и сбережение биоразнообразия это высший приоритет. Я немножко перескажу этот эпизод, но суть в том, что человек, который первым его нашел, был расстрелян в 1937 году, женщина, которая описала этот вид и собрала первые музейные коллекции типовых экземпляров черепов. Это очень важно в науке про биоразнообразие. У нас должен быть парижский метр, который где-то лежит в музее. Эталон этого слепыша, иначе этого вида просто нет, и нам некого защищать и охранять. Евдокия Решетник сначала побыла в застенках гестапо, и она смогла так прикопать эти коллекции, чтобы немцы, отступая, их не забрали. Потом она уехала в ГУЛАГ на семь лет за свои связи с националистическим подпольем, а потом коллекции пропали, когда их одолжил кто-то для своей работы в городе Нежин. И они исчезли, и это, в принципе, приговор для вида. Но в нулевые годы профессор Игорь Загороднюк, который поехал из Киева работать в Луганск, снарядил своего студента. Загороднюк историк коллекций. Такая есть работа, он следит за тем, как перемещаются коллекции, есть такой вид зоологии. Его студент откопал в гараже в городе Нежин из-под слоя глины эти бесценные образцы. Они попали в Луганск. В 2014 году туда пришли бандиты, которые охотились отдельно именно на профессору, потому что такие профессора часто были от ними с организаторов гражданской обороны просто по своему статусу, по функционалу. Он успел с рюкзачком от них убежать, переправить с тюками, с проводниками коллекции Киев. Мы встретили с ним в скайпе. За три часа до этого этот студент был убит, потому что он был мобилизован в банды ЛНР. Вообще он оказался на темной стороне, он был на сайте миротворец. Но просто поразительно, как каждый, кто прикоснулся к этому слепышу, так или иначе отдал свою жизнь. И мы говорили с загородником во время российских бомбардировок Киева, и он сидел в своей маленькой квартире, где оборудовал убежище в коридоре, где он раз в неделю менял яблоки. И люди шли под обстрелами 15 километров пешком, чтобы обработать коллекции от вредителей весной прошлого года. Ежесезонная обработка от вредителей защищает коллекции, которые за один сезон могут съесть вредители коллекции. Тогда не будет опять никаких коллекций. А вот, и вот на прошлой неделе, когда россияне взорвали плотину, первый вопрос сразу стал, что понятно, что затопляет природный ареал, весь ареал этого слепыша, но мои собеседники, украинские зоологи выражали надежду, что там есть такие песчаные бугры, на которых он может сохраниться в каком-то количестве. История этого вида, вообще прослеженная палеонтологами, такова, что он шел с востока, уперся в Днепр 100 тысяч лет назад, остановился на левом берегу, и сама по себе река является такой водной преградой, которую 100 тысяч лет он не преодолевает и не будет преодолевать. Этот узко-ареальный вид так и остается, потому что вода для него настолько непреодолимая. Это норный грызун, который не умеет плавать. В этом смысле затопление для него абсолютно критично. Но, пусть меня простят зоозащитники, еще большее переживание, конечно, в эти дни у меня вызывала судьба сотрудников заповедника, специалистов по этому слепышу. Было ясно, что они в оккупации, что с ними нету связи. Уже, собственно, уже все время оккупации. Они боятся связываться с украинскими коллегами на другом берегу. Ну, и вы сейчас читаете, наверное, по Каховской ГЕС. Это видно, что оккупанты не предупреждали местное население о том, что идет вода, хотя они про это знали. Они отобрали у них все лодки и надувные круги еще в январе при обысках. Если возникали какие-то плавательные средства, они по ним стреляли во время эвакуации. И несколько дней мы считали, что погиб весь персонал заповедника, потому что их главной офис был в городе Голая Пристань, который один из самых затопленных. Ну, вот я буквально на днях услышал, что оказывается они все-таки смогли залезть на крышу дома в нижнем белье и были эвакуированы. И, по крайней мере, мы знаем, что сейчас они в безопасности, хотя одновременно мы знаем, что оттуда не выпускают людей без российского паспорта, тех, кто не взяли российский паспорт. Там началась вот эта фильтрация и все, что ее сопровождает. Это такое еще одно звено в истории головы слепыша и людей, которые его изучают. Дорогие друзья, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, сделать это очень просто. Нажмите на кнопочку «Подписаться», поставьте пальчик вверх и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Вот это, кстати, к слову про науку в Украине. Как она вообще после войны? Ну, не после войны, да, она после начала войны. Ну, по-разному. Вот мы следили за этим в нашем подкасте. Там первый выпуск посвящен женщине по имени Юлии Задановской, которая занималась математикой и программированием. Совсем молодая девушка, которая погибла в первые же дни под российскими обстрелами в Харькове, участвуя в территориальной обороне. Есть много таких примеров, много таких утрат, и я вижу, гибнут научные обозреватели, вроде меня, да, гибнут ученые. У меня есть собеседники, например, украинские медики, вот один особенно довольно выдающийся, Александр Кулик, который всемирно известный теоретик реабилитации людей с черепно-мозговой травмой, который еще с начала АТО делал чудеса и вставил на ноги людей из тяжелой комы. Одновременно он фанат 3D-архитектуры, 3D-строительства, он строит удивительные экзоскелеты и протезы, очень успешен в этом направлении, но с начала войны он просто сидит за рулем небронированной скорой помощи и вывозит людей. Он теоретик тактической медицины, один из разработчиков принципов тактической медицины сейчас в украинской армии. И он, например, быстро понял, что полевые госпитали являются прицельной мишенью в нарушении всех норм и обычаев войны. И он разработал алгоритм, согласно которому они стараются вывезти раненых как можно быстрее в тыл. Это вот пример того, как живут ученые на войне. Вот он мне рассказывает, что он едет за рулем и слушает подкаст «Колы и земляков». Я, собственно, так с ним познакомился. И думает о том, как из его жизни исчезла вот эта вся сложность науки, в которой он жил, и сложные идеи, и тонкие материи, с которыми он работал. И осталась просто вот эта страшная мясорубка. Как тебе кажется, какие изменения внутри этого человека произойдут, когда война закончится и вот снова вернется и вот эти материи? Я очень верю в то, что украинская наука будет очень сильной. И сейчас видно, что вот в эти десятилетия она развивалась по совершенно своему пути. Ну и видно, вот Александр смог съездить в увольнение на стажировку Германии. Рассказал ему прекрасную историю. Там они строили какие-то протезы, и они... Там надо было гнуть какие-то виды пластика. Разогреть и погнуть. И когда ты его разогреваешь, ты должен следить за температурой, чтобы не слишком много, не слишком мало. И они думали, как ему быстрее, поудобнее замерить температуру. Он тут же вынулся в карман на мобильный телефон, которым был тепловизор. Такой тактический гаджет. И он тут же понял, как померить температуру. Прекрасный пример. Остроумие и как бы такой быстрой находчивости. О чем он напугал фотографии? Он встретился с президентом ВОЗ. Семинар организации здравоохранения. Делал его телефон. Я думаю, все будет в порядке у украинской науки. Я тоже уверена. Ее поддерживает мощнейшая украинская диаспора во всем мире. Украинские профессора в Европе, в Америке, в Канаде. Почему такие базовые принципы, как ценность человеческой жизни, как они работают в голове у человека, когда он идет на войну? Идет на войну, понимая, что будет убивать людей. Идет на войну. Это как будто бы звучит противоестественно. Противоестественно ли это с точки зрения науки? Тут есть два ответа. Во-первых, человек не только биологическое существо, но и моральное существо, и культурное существо. И если человек берет в руки автомат, еще раз я не могу не цитировать Андрея Бабискова, его прекрасный подкаст «Снова никогда». Это окончательный аргумент для того, чтобы повзрослеть. И в современной жизни мы судим действия такого человека с позиции мирной морали. Он несет личную ответственность за то, что он делает. И никакие биологические аргументы или другие аргументы, или аргументы, что ему отдали приказ, не работают. Я надеюсь, что всех, кто это делал, ждет возмездия. Вместе с тем, в том виде, в каком ты задаешь этот вопрос, на него можно дать очень разные ответы, в том числе очень парадоксальные ответы. Ты описываешь слишком абстрактную ситуацию. Человек, еще раз повторю, секунду, секунду, я повторяю. Ты говоришь, человек берет в руки оружие и убивает. Давай берем эту картинку. Нет, минуточку, не идеология. Если человек берет в руки оружие и на его страну нападают орки, убивают мирных жителей, женщин и детей, то он берет в руки оружие и расправляется с ними, как с бешеной собакой. Здесь важно каждое слово. Для того, чтобы это было возможно, я должен расчеловечить оппонента. Я должен знать, что я имею дело со слепой силой, которая опасна для моих, для наших. в этой ситуации человек умеет так действовать, и это свойство сапиенса. Правда ли, что это расчеловечивает? Да, это очень важное звено в таком конфликте. Человек, как говорят мои собеседники, так устроен, что тысячелетия отбора работали против агрессивных особей, которые плохо себя вели в группах. Человек был одомашнен, человек из дикого стал домашним, и мы очень плохо относимся к насилию внутри групп. Мы сажаем таких людей в тюрьмах, и в тюрьме так устроено во всех обществах. Но человеку свойственен очень высокий уровень проактивной агрессии, нереактивной, немотивированной чем-нибудь по отношению к другой группе, которую мы считаем опасной для себя. И первое звено в том, чтобы эту агрессию проявить, для того, чтобы придумать, как бы нам половче с ними расправиться, понеся минимальный урон среди своих. Первое звено в том, чтобы их расчеловечить. Мы должны как бы решить, что это не совсем люди, что это... Дальше мы используем разные эфемизмы в зависимости от меры нашей цивилизованности. Мы можем называть их орками, мы можем называть их живой силой, мы можем решить, что для нас важнее поражение стратегическое, разрушить склады, дороги, аэродромы, военную технику, и нас, может быть, не так сильно интересует поражение живой силы противника. Мы можем говорить, что нас заботят о сохранении жизни мирных жителей, мирного населения. В этот момент мы, скорее скажем, мирное население, но на самом деле это первый шаг для расчеловечивания. Мы называем их уже не людьми, это не отдельные люди. Мы не можем смотреть им в глаза в тот момент, когда мы делаем то, что мы должны сделать. Ты сказал, что формируется проактивная вот эта вот агрессия, когда мы находим категорию чужой и мы видим опасность. Все так. Вот эта опасность, которую мы видим, как она формируется? Ну, разными способами. Например, для того, чтобы сформировалось такое отношение к российской армии и российскому государству, не нужно иметь какую-то специальную оптику. Оно несет объективную опасность. Но это не обязательно так. Достаточно, чтобы эффективно работала пропаганда и можно сформировать и мобилизовать, можно сформировать картину врага, картину опасности и мобилизовать население для того, чтобы абсолютно не мотивировано напасть на соседа. Для этого нужно несколько условий. Для этого пропаганда должна двигаться по определенной траектории и две группы, те, кто творят эту пропаганду и те, кто ее воспринимают, должны находиться в состоянии взаимной подстройки в течение некоторого времени и они должны вместе как бы создать тот тип пропаганды, который будет действительно эффективен. Это происходило на наших глазах в последние десятилетия. У меня в голове возник такой вопрос. Является ли... Мы иногда смотрим на каких-то очень образованных людей, которые даже как бы в науке делают какие-то открытия и так далее и тому подобное, при этом базовая вещь, что людей убивать плохо и что происходит в Украине, для них неочевидно. И они, получается, тоже подвержены пропаганде и строят свое мышление про свой чужой. Ученость никак не делает себя иммунным к этому. Это не прививка. Нет, это не прививка. И есть масса примеров из исторических, когда это так. Вообще, это зависит, конечно... Критическое мышление, важный компонент научной картины мира, и мы должны были бы ожидать от людей науки какой-нибудь дополнительной вооруженности клиническим мышлением, какой-нибудь дополнительным обладанием, может быть, больше среднего. Ну, во-первых, не обязательно гораздо больше среднего. Для этого все-таки они все-таки остаются людьми, они очень похожи на людей ученые. Говорю тебе, как научный обозреватель. Обозреватель. А во-вторых, я думаю, в частности, это может говорить о качестве их научного образования и уровне критического мышления. Это, собственно, было видно и в пандемии. Как в ситуации, когда слепая сила природы на тебя движется, не щадя никого, есть опасность твоим близким. С людей очень быстро слетал налет цивилизованности, им было очень трудно, и нужно было очень большое мужество для того, чтобы взять себя в руки и попытаться избежать разных когнитивных ловушек и разных когнитивных искажений, которые на тебя в этот момент могут нахлынуть. В общем, видно, что у людей эта оболочка может быть очень тонкой. В случае с советским научным образованием часто вообще отсутствовать. И, собственно, как они верили в гомеопатию и в мумиё, и им торговали, и фуфломицины какие-нибудь, так они легко верили, что вакцины могут быть опасными, и уж тем более западные вакцины и разные другие вещи. Всё, что им нужно для того, чтобы примирить какой-то когнитивный диссонанс в голове, или когда у тебя в голове одновременно действует сразу несколько опасных для тебя сил, мозг ищет разные пути для того, чтобы сберечь спокойствие. И он будет избирательно потреблять из окружающей среды то, что успокаивает, то, что примеряет когнитивный диссонанс. В этом смысле пропаганда должна предложить достаточно богатый набор, достаточно богатый выбор вещей на любой вкус. И каждый индивидуально заглотит то, что ему сейчас нужно. У нас сопротивление нужно больше энергии. Определенно. Что бы ты сказал про синдром выученной беспомощности? Он существует, судя по всему. Это важный компонент проблемы, потому что, судя по всему, человеку гораздо труднее обучить агентности, обучить тому, что он что-то может, чем обучить его беспомощности. И это сделать очень легко. И это один из самых главных эффектов вот именно этой российской пропаганды. Она делает разные вещи, но одна из вещей, которые она делает крайне эффективно, это создает вот эту идею, что от нас ничего не зависит и всей правды мы никогда не узнаем. И это такое очень важное звено убийства, агентности. Выбор жизни, а не смерти. Это естественный процесс. Поясню. Мы приходим в этот мир, есть мнение, что мы приходим в этот мир насильно, мы этого не выбирали. Просто как так произошло, и вот мы здесь. И дальше всю жизнь мы подвержены культу жизни, то, что жизнь это самое важное, неважно какая, можешь лежать под забором, государство тебе плюнет, но ты живешь, живи. И осознанный выбор смерти тоже осуждается очень часто. Путин как раз объяснял этим людям, что так вы жили бы свою паршивую жизнь, и так хоть умерли героями. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки или еще чего-то. Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже и незаметно пролистнулось, как ты. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Тоже интересно, да, понимаешь, то есть вот это вот... Сильный ход. Сильный ход, то есть ход типа в защиту смерти. В защиту Путина. Ну, как бы ты понимаешь, о чем, да? Нет, чуть-чуть распакой. Смотри, культ жизни, он откуда? Это наша естественная какая-то история или это тоже навязано социумом? И вот это вот желание уйти самостоятельно. Есть ли оно у наших предков по эволюции? Ну, есть культуры, в которых высокий приоритет такого самостоятельного выбора. Например, японская культура. Но большинство культур, да, наверное, плохо относятся к идее такого самостоятельного выбора. Отсюда у нас страх эвтаназии и было все остальное? Ну, да, наверное. Ну, кажется, что по мере модернизации общество все больше принимает идею эвтаназии, идею помощи. Хотя она несет в себе свои подводные камни и свои сложности, потому что там, где она активно применяется, очень часто оказывается, что и сами люди, и их семьи прибегают к этому мере очень рано. И это оставляет свои тяжелые травмы, которые потом подолгу не излечиваются. Ты сказал вот про Путина, да, и вот тут тоже у меня в этом контексте был вопрос скорее про жен, которые снаряжают мужа на войну, он их возит, а потом они как бы такие, ну, жив-не жив, пять миллион получим. Я думаю, что таких людей не очень много. Я думаю, что эти случаи на слуху действительно, но мы меньше слышим про тех, кто горюет, про тех, для кого это несчастье, потому что это не новость, и это не попадает в новости. Но мы читаем такие отчеты, вот я сейчас читал только что в службе поддержки описание матери, которая не хотела, чтобы ее сын шел на войну, она пыталась его спасти, и она активный сторонник Украины, и категорически против этой войны, он перечит его труп, и это вызывает очень большое сочувствие, это совершенно поразительный момент. Но я думаю, что те примеры, о которых ты говоришь, мне кажется, это еще один пример того, как человек может совладать со своим когнитивным диссонансом. Ну, как бы трудно одновременно думать про себя, в том ключе, что ты своими руками собираешь своего дорогого человека на войну, скармливаешь вот этому монстру, и он погибает, и одновременно ты как-то должен продолжать про себя думать, как про адекватного человека, и про своего дорогого человека, как про кого-то, кто прожил свою жизнь осмысленно. Решением этого когнитивного диссонанса является идея, что это было чрезвычайно полезно, нужно для чего-то, и это снимает когнитивный диссонанс. Пару слов, давай скажем про российскую науку, что она потеряла с начала войны. Название. Я не очень понимаю, как можно говорить в этом контексте про российскую науку, в этом словосочетании, если мы говорим про ученых, которые находятся на территории Российской Федерации, они находятся в очень сложном положении. Кто-то из них напрямую участвует в разработке гиперзрукового оружия, и вы, может быть, видели, ты, может быть, видела, что как раз там сейчас начался виток террора и трое последних обвиненных по госизмене, люди, которые работали в этом институте. Вот как им сочувствовать, защищать их, вытаскивать, да, спасать, да, они стремятся к тому, чтобы это чудовище разжало челюсти, но надо понимать, что военный потенциал Российской Федерации будет использоваться для агрессивной войны столько, сколько она будет существовать, столько, сколько она сможет это продолжать делать. Я знаю, что многие ученые активно, или, может быть, менее активно протестуют против агрессивной войны. Научительное сообщество подписало самое массовое протестное письмо. Я знаю, слышу голоса ученых, которые говорят, что мы продолжим учить студентов, потому что это смягчает нравы, а кто-то говорит, что мы продолжим учить студентов, чтобы они могли уехать, чтобы помочь им уехать. Кто-то уехал. Очень многие уехали, причем уехали страшно, бедствовая, там, зимуя в неотапливаемых домах, где-нибудь на берегу Севаны, испытывая большие трудности, кто-то более успешен. Мы видим, что какие-то люди нашли сразу работу и сразу оказались очень востребованы. Про что нам говорит сейчас? Про то, что Российская Федерация под санкциями, у них плохо со снабжением в этих лабораториях и что ученые жалуются, что им трудно работать. Но еще раз, мы сейчас все будем плакать над этим всем бомбоубежищем, которым, в общем, более-менее весь мир, как бы метафорически говоря, сейчас оказывается. А, наверное, нет. Последний ряд вопросов, он будет прям про науку, про науку. Искусственный интеллект, куда мы идем в этом плане? Одновременно в сторону того, чтобы стать гораздо продуктивнее, гораздо более могущественными, гораздо более глупыми и потенциально подсвергнуть себя большому риску. Риску? Как с любой технологией. Ладно, давай чуть-чуть разовьем, какие риски? Искусственному интеллекту не надо иметь ни субъектности, ни агентности, ни какой-то своей повестки для того, чтобы вся эта вместе лодка плавно-плавно плыла куда-нибудь сильно не туда. Вот Харари правильно пишет в своей колонке, что мы прожили с Фейсбуком буквально пару электоральных циклов в США, и никогда нация не была настолько разделена, потому что Фейсбук устроен проще, чем кофемолка. Он просто приоритизирует негатив про другую сторону. И этого достаточно для того, чтобы эффект был уже очень выразительным. В мире, где все тексты будут писаться чатом GPT, а это явно так, может все быть страшно удобно, полезно для человека и очень повышать его продуктивность, а еще очень медленно и плавно плыть в какую-нибудь очень нежелательную сторону, без того, чтобы чат GPT специально хотел это сделать. Я правильно понимаю, прости, я совершенно в этом ничего не понимаю, что за этим стоит человеческий фактор человека, который это создает? Нет. Вся красота ситуации в том, что может начаться некоторая самостоятельная взаимная эволюция человека и тех, которые он порождает. Генетика. Куда мы идем в этом плане, генетические эксперименты и вот это вот все? Мы идем в сторону приобретения инструментов для того, чтобы редактировать гены, для того, чтобы менять гены. Больше всего мы сейчас это видим в области изменения генов в теле человека, в попытке победить наследственные заболевания или сделать человека, может быть, неуязвимым каким-нибудь вирусом, какие-нибудь еще такого рода идеи. Одновременно научные сообщества очень осторожно относятся к идее редактирования генов, которые будут передаваться в череде поколений, гены на зародышевой линии. Но это явно тоже будет происходить. И первой целью будет являться победа над разными болезнями, наследственными заболеваниями или вирусными заболеваниями, может быть, устойчивость к будущим пандемиям. Но там абсолютно как бы неотличима грань, при которой мы перейдем к Евгенике. Перейдем к тому, чтобы улучшать человеческую породу, поскольку это будет нашим моральным долгом. Если мы можем это сделать, то мы должны избавить человечество от разных проблем. И родоначальник, один из родоначальников генетики Фрэнсис Кальтон известен высказыванием, что всем известно, что евреи скупы, а женщины не видят дальше своего носа. И наш моральный долг состоит в том, чтобы избавить человечество от всех проблем, для того, чтобы дальше раскакивая еще несколько десятилетий арийские дети могли бы играть под голубым небом. Это абсолютно переплетается. Да. И я вижу, что вот китайский ученый Хи Джан Куй, который отредактировал геномы эмбрионов, которые родились, и известно, что есть, по крайней мере, две таких девочки, которая вышла из тюрьмы в прошлом году и ведет свой твиттер. Я вижу, что в твиттере ему комментируют его религиозные последователи из разных стран мира по-английски, что если у вас есть возможность редактировать, то аморально не редактировать, потому что вы тем самым обрекаете человечество на страдания. Вы должны придумать способ избавления людей от разных страданий. Случит какая-то нерешаемая дилемма. Может быть. Ну и последнее. Какого научного открытия мир ждет сейчас сильнее всего? Не знаю. Все такое вкусное, как бы... Давайте три. Ну, наверное, нас очень интересует, как уберечь человечество от будущих вирусных пандемий. При всей трагичности того, что произошло с коронавирусом, при количестве жизней, которые он унес, все могло быть гораздо-гораздо хуже. И вот конкретно пандемию, связанную с коронавирусами, летучими машинами, коронавирусами, предсказывали, как гораздо более страшную. У нас вообще не было кино апокалиптического про вирус, у которого смертельность 1%. Это очень высокая смертельность, но она необычная для таких сценариев. Хорошо снять кино, где там 30%. Про это были утопические сценарии, антиутопические. Но нас предупреждают, и вот сейчас, кстати, очень неприятная ситуация с этим птичьим гриппом. Есть высокий риск, что он начнет активно заражать людей, будет очень заразным и смертельным. И если следующие пандемии будут еще тяжелее, то что нам с этим делать? Мы, конечно, очень продвинулись с вакцинами в эту пандемию. Мы очень быстро и очень много чего поняли. Эти вакцины оказались фантастически эффективными. Но сможем ли мы так быстро их выкатывать? Сможем ли мы так быстро убеждать большое количество людей привиться? И сможем ли мы разрабатывать новые противовирусные препараты так быстро? Прогресс очень продвинулся по неволе за эту пандемию, но мы не готовы к следующей пандемии. И это, наверное, может быть очень такой первый очень важный вопрос. Ну, понятно, что есть очень большая проблема с изменением климата и с нашими ископаемыми энергоносителями, которые мы продолжаем сжигать. И в общем, ровно как в фильме Don't Look Up, едем просто в стену. И это происходит быстро. И это вопрос, может ли что-то с этим сделать, и может ли наука что-то с этим сделать. Главный ответ в том, что здесь можно сделать, это искать новые другие источники энергии. И, может быть, если мы их найдем, это как-то сможет притормозиться. Что-то такое. Но нас очень интересует, как работает мозг. И у нас появился мощнейший инструмент для исследования мозга. это искусственный интеллект, который может наблюдать работу нейронов. Ну, и, по крайней мере, часто, если не рассказать нам что-то новое про то, что происходит в мозге, потому что вообще это не сильная сторона искусственного интеллекта, что-нибудь сформулировать человеческими словами, резонами, объяснить, то, по крайней мере, что-нибудь сделать. И сделать так, чтобы, например, мозг человека в тяжелой депрессии перестал испытывать эти страдания, отправив туда особые импульсы с чипа, который зашит под кожей, навсегда остался наедине с мозгом этого добровольца. Захотелось. Это интересно, кстати, потому что я был на пресс-конференции, где была женщина с тяжелой клинической депрессией, которая не лечится лекарствами, и ее спасла эта хирургическая операция. Ей вставили большие такие спицы в мозг, и там, значит, ее мозг остался навсегда наедине с этим чипом, который знает, что с ней что-то не так, и знает, когда с ней что-то не так, и когда ей плохо, но меня поразило, что мне написала читательница, которая сказала, что, вы знаете, вот у меня была депрессия, я пропила курс таблеток, и мне стало лучше, но потом я поняла, что когда я не пью таблетки, то мне плохо, и мне придется сейчас вернуться к курсу препаратов. Не могу ли я стать волонтером в этом исследовании? Я подумал, какова же фобия у людей против таблеток, если этому человеку помогают таблетки, это очень хорошая новость, это не всегда так бывает, и, в частности, эта женщина, которая была добровольцем в том исследовании, ей не помогали таблетки. Как же так, что, какова фобия против того, что пичка из себя химии, что человек готов на то, чтобы делали трепанацию черепа и вставили туда шипы. Мне показалось это интересным когнитивным таким поворотом. Да, мне кажется, мы с этого, с самой пандемией как бы шокируемся. Да, люди боятся шмурдюка, да. Слушай, ну, последний вопрос, который я задаю вообще всем, он такой более про тебя. Расскажи, пожалуйста, что конкретно тебя, держит, ну, если не успокаивает, то, по крайней мере, даёт какие-то подпорочки и говорит, давай, мы живём дальше, давай. Ну, мы воспитаны вот на этих книгах и фильмах, где Гарри Поттер в итоге выживает и побеждает, и всё кончается хорошо. И меня держит мой диалог с моими друзьями в Украине и наблюдение их невероятной стойкости и успехов, в том числе военных успехов. Ну, это вызывает оптимизм. Есть надежда, что Гарри Поттер победит в Ландеморте. Наверное, это первое и главное. Ну, в остальном, я думаю, что возможность продолжать делать свою работу это огромное привилегие. Тот факт, что мир принимает меня и принимает нас. Я вижу очень много людей в диаспоре, в разных городах и в разных странах мира. Это лучшие люди на свете. они отовсюду из России, из Белоруссии, из Украины. Я вижу, что при всей тяжести этой доли, при том, что это очень непросто, они идут как нож сквозь масло. Это вызывает большой оптимизм. И я очень рад, если мне когда-нибудь удается кому-нибудь помочь или кого-то хотя бы поддержать, помочь кому-то уехать. Это был подкаст «Поживем, увидим». Я напоминаю, что мы будем очень благодарны, если вы подпишетесь на наш канал, напишите нам комментарий в поддержку или с предложением следующего гостя подкаста. А еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы, потому что иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа. Субтитры создавал DimaTorzok